Дверь закрывается Друзья, всем привет! Только что вышел с электрички я. Приехал на свои места, где обычно я рыбачу. Летом, да. Попробуем здесь поймать щечку. Погода вроде замечательная. Сегодня суббота, 6 июня. Ну, я думаю, уже приду на место, там уже более подробно все расскажу. Сезон электричек открыт в этом году. Первая поездка у меня на электричке. Все, пошел до места, где буду рыбачить, до озера. Там уже включусь. Продолжение следует... Все, пришел на место, где буду рыбачить. Это озеро Кедрозера. Ну, может кто-то знает уже, да, кто смотрит мои ролики. Будем здесь рыбачить. Сегодня обещает до 19 градусов тепла. Но ветер, конечно, будет присутствовать, да. По-моему, там то 3, то 4, то 5, то 6 метров в секунду. Туда-сюда, да. Ну, чувствую, что ветерок есть, да. Ну, я поплыву не в дальнюю губу, а в эту... в ближнюю губу, да. Вот. В эту губу я поплыву. Так все это выглядит. А дальняя вот там находится. Туда я не поплыву сегодня, да. Это будет в следующий раз. А так, что еще сказать. Сейчас надуваю лодочку. Кстати, у меня появилась новая лодка. Пакрафт. Фиш Пакрафт. Все в одном. Новая лодочка. Сегодня буду ее испытывать, как она ходит. Как-то неудобно, да. Рыбачить. Ну, сейчас я вам вкратце покажу эту лодочку. Ну, и потом рванем на рыбалочку. Вот это новая сверхлегкая лодка Фиш Пакрафт. Все в одном. Лайд, на которой я сегодня буду рыбачить и в последующем весь сезон. Лодку Фиш Пакрафт. Все в одном. Лайд, мне любезно предоставила компания Тайм Триал. Спасибо вам за это. Все ссылки на магазин будут в описании под видеороликом. Ну, и сейчас я расскажу о своей новой лодке. Друзья, вот сама лодочка идет в таком рюкзаке. Сам весь комплект всего весит 5,5 килограмм. Очень легкий комплектик. Очень легкий, да. Идет в таком красочном рюкзачке, он, да. И очень удобно вешается за плечо. И можно спокойно с ним передвигаться. Вот так. И пошел. Так, ладно. Посмотрим, что там внутри у нас идет. Идет у нас сумка. Багажник крепится на клодке. Здесь она вот так расстегивается. И сюда можно вложить разнообразные вещи. Так, потом у нас идет в такой сумочке хороший спас-жилет. Так он надувается здесь. Но потом позже все увидите. Так. Это у нас идет на чем сидеть. Домик. В виде домика сделано. седло. Тоже легко все надувается. Так. Это у нас идет герма-мешочек. Сюда можно положить телефон или какие-то маленькие вещи и повесить на шею. Очень удобненько. Так. Дальше у нас что идет? Дальше у нас идет каякарь. Дальше у нас идет каякарь. Сюда можно насыпать песок, мелкие камушки и использовать как якорь. То есть очень удобная сумка-якарь. Так. Дальше у нас идет мешок такой. Он используется как насос. Эти места вставляется в саму лодку для накачивания. И надувается с помощью мешка. Потом увидите. Так. Ну и сама лодка. И сама лодка. И сама лодочка. Сейчас я растерю все в виде. Так, друзья. Еще идет в комплекте само весло. Оно из четырех частей состоит. То есть легко собирается и в путь дорогу гребешь. То есть это полный комплект, чтобы спокойно можно было собраться на рыбалку и идти рыбачить. Ничего больше не нужно. Пять с половиной килограмм силы. Вот так. Надуваем лодочку. Надувается эта лодочка легко. С помощью такого мешка-насоса Оп! Воздух набрался. И надуваем вот этим способом. Вот. Здесь находится клапан. Вставляем этой стороной. Вот сам клапан. Надувается все легко. Вставляем это в клапан. И просто набираем мешком воздух. Все. Надувка пошла. Сейчас лодочка уже надута. Практически нужно немножко такое поддуть. Это делается элементарно. Просто обычно ртом. И спокойно поддувается она. Тут очень мало атмосфер. До одной атмосферы идет. Все. Лодка надута. Друзья, вот так она смотрится на надутом виде. Длина 260 сантиметров. Диаметр баллона 30 сантиметров. Ширина коптика 38 сантиметров. Длина коптика 130 сантиметров. Материал баллонов высококачественная европейская ткань ДПУ 270 грамм на метр в квадрате. Материал дна высококачественная европейская ПВХ ткань 550 грамм на метр в квадрате. Грузоподъемность у нее идет 150 килограмм. Сухой вес 2,8 килограмма всего. Гарантия 1 год. Срок службы более 10 лет. Но стоимость у нее 27 990 рублей на данный момент. Но она того стоит, друзья. Стоит. Друзья, самолодка сделана из ТПУ ткани европейской. Она более износостойкая, чем ПВХ. А днище сделано из ПВХ тоже европейской ткани. И что интересно, само днище заходит на баллоны. Это намного лучше. Это самая седлушка в виде домика надувается через это вот сопло, соску. Очень быстро и легко. Вставляем. Вот так оно выглядит внутри. Очень все удобненько. Все для людей. И самое главное, что больше мне нравится, что сидишь как удобно, как в кресле. Задок вот такой вообще большой и сидишь как в кресле. Вообще замечательно. Я думаю, уставать не будешь вообще. Что самое интересное, здесь есть стабилизатор, чтобы лодку не мотала в разные стороны. Вверх-вниз поднимается. То есть вот такая штука прикольная. Крепится она вот сюда так и с другой стороны точно так же. Таким образом все это выглядит. Здесь есть держатель для спиннинга. Вставляется. Хоп. Ничего не падает. Весло и поплыл. И поплыл. Сумочка вот так крепится. Здесь-ка якорь находится. Его набираешь песком, как якорь. используешь. Это попозже, да. Само весло крепится вот так. Хоп. И хоп. Все. Мало ли нужно остановиться, так закрепляешь его. Здесь есть держатель. И сам спаджилет. Здесь есть кармашек вот такие. И вот через эти соски надувается. Все. Поплыли. Погнали. Так, друзья, что я причалил к своему месту, где буду сегодня ночеваться, и лагерь у меня будет. Комарья немерено, немерено кусают. Облепили уже всего. Будем здесь, пока я гамак не буду с тентово складывать, потому что погода замечательная. Дождя не намечается. Под вечер только будем. Обещаю часов 8-9. Так. Вот. Здесь у меня шмутки уже повешены. Свой уже красный я спас, жилет снял. Здесь губа маленькая, он не нужен мне. Пока. Крючочек висит. Так, сейчас собираем якорь, песочку окидаем, каякарь, да, и идем ловить рыбу. Остальное все потом попозже. Яка, якорь, прикольная штука вообще. Во. И якорь готов. Камушков наложу, туда небольших. Здесь так все схватывается. Здесь все сжимается. Класс. Так, друзья, отчаляра. Пора рыбку ловить. Надеюсь, она будет. Я на месте. Вот такая тут губа. Такая тут губа. Покидаем сейчас здесь, да. Половлю сейчас на эту приманочку небольшую. От Strike Pro. Что это написано-то вообще? 45 миллиметров она, 4 грамма. Не тонущий. И заглубление всего полметра. Это же вообще отлично, да. То есть сейчас половлю на эту. Она еще погремушка. Друзья, вот такой вот красавец. Так, друзья, ну что, покидаем этого красавца, попробуем. Главное, чтобы из-за цепа у меня не получилось сразу же. Ой, щучка, щучка. Так. Лови, щучка, большая-маленькая, как говорится, да. Так. О, 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 о. Что-то есть, ребята. А вот и первый окунь. Хе-хе-хе-хе-хе. Ребятушки, о. Так, друзья, ну что, покидаем еще. Пока что один окунь только пойман. Пока что пойман только один окунь. И то он у меня плохо заснялся, так как я уже забыл, как правильно в каком положении ставить наголовную камеру эту, выставлять, да. Получилось у меня пониже она. Так. Что-то не хочет пока поклевывать рыбка. Когда первый окунь клюнул, я думал, все, сейчас попрет уже. Что типа рыба активно, хорошо здесь. А нет. Но я уже в другое место, кстати, перебрался. А возможно и зря она была там ловить. Но там у меня получился зацеп, я отцепился и решил уже в другое местечко из-за этого сплавать. крэн, кстати, отлично. Вообще, мне очень понравился он. Классный. Долетает хорошо. Веса хватает. Глубина отличная. 0,5 заглубления. Так как я всегда кидаю к берегу в основном, где не глубоко. Неплохо, неплохо, да. Ну давай, давай, клюй, клюй, клюй. Не хочет, не хочет никак. О, а что-то там такое, что-то там такое тык-тык было. Травка, наверное. Фиг поймешь, что там было. Ну давай еще раз забрусик сделаем оттуда. Надо скоро обедню уже устраивать. Вот как будто что-то здесь поклевывает, блин. Но я думаю, эта травка скорее вцепляет здесь в одном и том же месте. Ладно. По факту. Так, друзья, ну что, покидаем здесь. Я уже вернулся назад, где поймал пироокуня. Уже не знаю. Накидался вдоволь я везде. Попробовал, да. Каждый заброс я снимать не буду. Это бесполезно. Смысл какой? Пауэра снял. Ну что, показано, что спиннинг забрасывал. Ну если не клюет, так что тут снимать-то, да? Снимать-то нечего. Если бы клевало, конечно бы снимал бы каждый запрос бы. А так, смысл? Какой-то ветерочек поднялся. Нехороший, да. Ну-ка, кинем сюда. Думаю, сейчас я немножко еще покидаю здесь. И будем устраивать обедик. Может, уже время. Пора, пора уже, короче говоря. Пора, да. Друзья, ну что сказать. Пора идти на обедик. Рыбка пока не поклюет. Поймал одного окуня, да, в начале самом. И то, хреновенько я его снял. Не очень хорошо. Как забыл, как это вообще камера настраивается на голове. Как ее вверх-вниз поднять лучше. А сейчас уже знаю, да. Лодка показала себя замечательно. Сколько уже сижу. Как в кресле. Ничего не затекает. Все удобненько. Вот так. Лодка шикарная. Рекомендую, друзья. Кому нужна лодка маленькая, небольшая, с маленьким весом. У кого нет машины, переносная лодочка. Вот это самый класс, да. Ладно, все. На берег обедать. Все, друзья. Подчаливаем. К берегу. Пришпортовался. Нужно покушать, да. Нужно покушать. Будем готовить. Так, друзья. Гамак не натянул. Вот так получается. А с этой стороны вот так вот это все дело выглядит. Ну что, нормально. Можно стоя стоять под тентом. Очень даже неплохо. Блин, мне комары живут. Это ужас просто. Я уже просто тут весь уже капюшон даже укушился. Укутался. Вот, включаем горелочку. Я не знаю, насколько мне хватит ее. Газа очень мало осталось прошлого раза. Маслица. Надеюсь, хватит. О, шипение пошло. Рыбу жарим. Горбушу красную. Горбушу. Жара. Горбушу красная. Картошка получилась великолепная, грибочки тоже по-моему. Шампиньончики это вещь с картошечкой поджаренная, солененькие. Самое главное, хочу попробовать рыбку, горбушу. Вот так, под закусочку очень хорошо идет. Класс! Комарья немерен, это ужас какой-то, я отвык от этого всего, уже капец. Как было хорошо ранней весной, комарья не было вообще, блин. Ну здесь что-то их вообще да хера, блин. А так того окушка я уже засолил, почистил, убрал, все нормально, засолится, ничего с ними случится, да. Сейчас покушаю и пойду дальше рыбачить. Все друзья, отчаливаем, пора на рыбалочку идти, надеюсь погода еще нормальная будет. Так, ну что друзья, приплыла на место. Попробуем покидать, возможно вечером что-то будет брать. Опа! Посмотрим. Ой, как хорошо, без комаров это вообще песняно. Надо было мне все приготовить и с собой взять, но у меня сейчас нет досочки такой, где все выложить это дело. Да. Ну уж ладно, покормили комаров им тоже есть надо. Тем летом здесь брала щучка у меня. Опа, 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 есть, 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 окушок, по-моему окушок, по-моему окушок сошел. Вот скотину не банил, извиняюсь за маты, извиняюсь за маты, сошел окунь, блин зараза. Блин, что за фигня такая? Ну-ка попробуем еще разок. Кувшинки помешали, блин. Кувшинки помешали. Обидно, обидно. Опушок-то цепанулся. Ладно. Сейчас попробуем еще разок закинуть, если нет, то по факту будем уже. То будем по факту уже, да. Буду отбрасываться здесь везде. Если что поймаю, то сниму. А так, что снимать, блин? Бесконечный заброс, блин. Ну, если в онлайне не хочет, брайдер, что теперь делать-то? Блин, ну, о, не. Ладно, по факту будем. Друзья, ну что, вот и окушочек. Вот и окушочек попался мне. На этого малыша. Вот и окушочек. Ладно, будем ловить дальше. Посмотрим, может, что клюнет еще. Друзья, покидаем сейчас на этот трясанье. Я им уже кидаю где-то час целый. Ничего нифига не получается, да. Ну, попробуем еще в онлайне. Может, все-таки сейчас получится что-то. Уже солнышко садится, начинает потихоньку. Пока что все безрезультативно. А до этого я кидал кренком этим. И у меня клюнул окунь. Но я его не смог до лодки дотянуть. Он сошел, блин, зараза. Буквально у лодки сошел. Так что вот такие вот дела. А так солнышко уже садится, конечно. Наряд санкопию тоже не хочет клевать. О-о-о! Че-то есть, ребятки, что-то есть. Ребятки, что-то есть, что-то есть. Ё-моё, 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 ё-моё. Ё-моё. Окушокчик, окушочек, окушочек, окушочек. нормуль наряд санин 2 и не поймал офигеть можно бы ну-ка покажись к саму блесну покажи так что вот так клюет понемножку но клюет ладно все он дальше друзья блин сейчас клюнула короче щука в ту сторону кидал блин такая хорошая нормальная считая к лодке уже подвожу через кувшинки через что там запутывалась на несколько раз блин сволочь и сошла блин ряд санин копия короче блин не зря начал кидать ее блин вот зараза блин ну ладно чё блин теперь поделать ты блин уже буквально подвел уже блин херак сошла блин ладно чем кидать можно ловлю еще и ну что вот так вылезет здесь бухточка это пошел дождь уже время идет концу скоро будет смеркать что-то рыбка вообще стала неактивно уже вообще мне кажется все спать налегла уже пошел дочь мне обещали как-то время дочь только солнце села и клюнула та щука блин через камыши я провел то ли у меня ну что-то короче блин и сошла на было ее после зимы как уже после зимы как правильно работ спиннинга возможно блин у вас почти чего хорошенько чтобы блин засеклась хорошо были не могла сойти она свечку сделала бам-бам и все так что кива дела еще возможная уже вот дождик пошел пойду беру да возможно я посмотрим так по ходу небо все затянуло кидал кидала и все это бесполезно после той щучки видимо все уже как солнце зашло выход чучки было и потом все упустила это все уже все все затягивает найти к берегу и и берегу берегу все так друзья сейчас проверим как-то с газом то есть баллон еще оставляем оставляем да пусть будет пригодится бабах не петарду попугаем живность все пара идти спать не нужно нужно хотя бы немножко поспать как только начинаешь фонарь включать сразу начинают комары сжать начинает активизироваться вон уже все лицо облепили и сосуд кровь летает 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 немерено их немерено немерено все немножко надо поспать хотя бы так друзья ночью я встал очень рано думаю надо я так и думал как бы пораньше встать как бы блин смысл тут уже блин думал поехать короче на первой электричке рыбка слабо клют настроение уже не то как бы да и ветер поднимается все в тучах он учат дочь ливанёс думаем капитально обещает муна все в тучах то есть собираясь идти на станцию для на сейчас все подсобирать до конца кое-что уже вроде под собрал сейчас посмотрим все друзья рыбалочку я заканчиваю что получилось то получилось для смысла не вижу здесь оставаться больше до следующей электрички погода портится тучи большие как бы собрать все дела когда приплыла назад что все нормально попасть на электричку доехали дома да все и что получилось да что получилось да что сказать все увидеть на пленочке да все друзья пока до следующих выездов походов рыбалок там посмотрим будет видно а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...